За этими кадрами с орбиты невероятное напряжение космонавтов, сотрудников ЦУПа, родственников экипажа. Но все штатно. Точное сближение, стыковку корабля садится в Международной космической станции, обеспечивающей системой курса, возведенная вне точных приборов. Есть касание, есть степка. То это вот где-то ошибиться, как аппараты могут столкнуться, и все, крах всему. Трагедия не то слово, драма. Тут все время нужно пройти по краешку пропасти и не упасть туда. Если это удается, то это счастье. Вот в этом, собственно, и интерес работы и вне точных приборов, и вообще в отрасли. Здесь познакомились с космосом еще в королевские времена, когда обеспечивали командное управление первых спутников. А в середине 60-х приступили к разработке первой системы стыковки. Ее назвали «Игла». На одном корабле установили активную «Иглу-1», на другом — пассивную «Иглу-2». Новость о первой в истории стыковке на орбите облетела мир в 67-м. Корабли «Космос-186» и «188» состыковались идеально. Было много представителей естественной промышленности. И в частности был Гагарин. И руководитель курирующей нас лаборатории подозвал меня к Гагарину и попросил объяснить, как функционирует «Игла». С тех пор техника и технологии шагнули вперед. «Иглу» сменил курс. Без этой системы невозможно было бы создание орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции. Курс работает у нас где-то с октября 1986 года. Это вот когда первая стыковка была. И я думаю, по крайней мере, больше ста стыковок уже совершено на нем. Сейчас к полету готовится новое поколение системы «Курс» — цифровое. Им оснастят следующий грузовик «Прогресс», который доставит оборудование и продукты для космонавтов. Как обычно, с ювелирной точностью. Некоторые отличия, конечно, появились. Ну, во-первых, элементная база, другая более совершенная. И уже системы управления начали развиваться. Что если «Игла» работала, там у них стыковка была в основном метод параллельного сближения, то сейчас уже включился метод свободных траекторий, как называемый, когда объект выводится в упрежденную точку встречи. То есть это требует меньше горючего, меньше энергетики. Сегодня НИИТП — это огромный научно-производственный комплекс, который занимается разработкой спутников наземной аппаратуры. С недавних пор, благодаря точным приборам научного института, на Землю поступают снимки нашей планеты со спутника «Ресурс ДК», который охраняет Землю от стихийных бедствий и катаклизмов. Точность, вежливость королей и принцип работы знаменитого НИИ. Субтитры создавал DimaTorzok